Я в большей степени как-то вот помню... Так а что там произошло на зене соединения? Просто показуху была? Цель показухи? Показать вид спорта или что? Какая была цель? Это был праздник. А, просто праздник? Праздник? На празднике, а. Да, это был праздник, посвященный дню советской армии военной восток. А, все, понятно. Это было просто вот люди собрались там, наверное, были какие-то там другие показательные выступления, там, наверное, девочки художественной гимнастикой были, ну, как-то артисты какие-то, может быть, еще что-то. Мы-то этого ничего не видели, потому что мы сидели все там, это, ну, не на трибунах, а там внутри, готовились к своему выступлению, и мы были сосредоточены на этих, на этих, на своих. Мы звезды, мы звезды этого мероприятия. Это, это как эпизод такой. Сейчас это, может быть, часто, такие праздники. Тогда это было нечасто, в те годы. Тогда это было в новинку, даже, можно сказать. Вот выступления на людях, там, какие-то показательные выступления, вот, самбистов, там, каких-то, может быть, там, другие даже виды спорта, которые не очень были тогда еще... Та же художественная гимнастика, я не уверен, что она тогда очень была развита. Тогда спортивная гимнастика, скорее всего, была очень развита. Мне сейчас, повторяю, мне, как школьнику, которые там, у меня другие там были, это самое, кроме занятий спортом же, и учебы в школе, там, и жизнь во дворе, и друзья, и все такое, и кино, и театры, это многоградная, многоградная. Помогали тренировки самбо, жизнь во дворе? Да и потом по жизни. По жизни... Пригодилось ли? По жизни помогало, потому что я помню, что один раз, уже мы были взрослые, в кафе была драка, такая очень серьезная, и на моего друга там бросился один мужик с ножом. Я вступился за друга, и этот человек оказался на земле. Мы не стали драться дальше, мы ушли. Но вот, когда я увидел, что на моего товарища идут с ножом, тут уже вот ни страха не было, ничего. Включилось, что надо этого человека выключить. А как получилось выключить? Чем? А... Я... с прыжка ударил его в грудь ногой, а потом завершил движение уже типа такого заднего отхвата, что ли. Ну, первое движение, это я в прыжке просто ему, как вот в карате, ударил в грудь. И человек сразу у него, ну, он как бы остановился, и у него там... он уже это самое... был в такой... в разобранном немножко состоянии, видимо. Но это был просто момент. Это был уже автомат. И потом я понял, что его надо просто, вот, чтобы он оказался на полу. И мы с Серегой ушли в сторону. Иногда друзья просили какие-то показать броски на пляже. Ну, показывал. Потом, значит... Занятия спортом вообще, в том числе, ну, самбо, конечно, помогали в учебе. Скажу, в старших классах... Ну, во-первых, мама немножко ворчала всегда, когда я приходил, эту мокрую куртку вешал там на... А мы жили в коммуналке там... Каждый раз не постираешь. Тесненько. И я вешал ее около батареи, мокрую, ну, насквозь мокрую куртку. Ой, бедная мама. Вот, и мама иногда ворчала. А потом, уже в старших классах, когда надо было готовиться к выпускным экзаменам, родители все говорили, что... Слушай, что ты все ходишь на тренировки, ты больше занимайся. А я им возражал. Я говорю, я когда прихожу с тренировки, у меня работоспособность больше гораздо. Я вот в школе просижу там, шесть или семь уроков, там, в десятом классе, например, да, или в девятом. Потом я съезжу на тренировку там, с четырех до шести. Потом после тренировки я прихожу и занимаюсь... Почему? Я тогда не понимал этого, что это же даже по науке, так что любой отдых – это смена деятельности. То есть, ты... Так ты сидишь на уроках в школе, а тут ты подвигался там полтора часа, да, на тренировке там, это самое... И все, и ты уже другой человек, у тебя голова, легкая голова, ты можешь заниматься. То есть, в плане вот такого дополнения к учебе, это было несомненно. То есть, вот то, что я начал там с шестого класса заниматься борьбой и занимался там до третьего курса института, это помогало. Это правда. Это просто разгружало голову и давало какие-то силы там дать. Вот вспоминает ли, как Антон Семенович преподносил приемы, ну, упражнения, приемы и прочее? То есть, можно же по-разному, да, можно сказать, можно показать, можно... С человеком и так, и так, руками, руками. Как это он работал? Он все движения показывал сам, причем неоднократно, естественно. И это самое... Причем показывал движения на разных... На разных ребятах разного веса. Слово такое креативное есть. В чем его креативность могла выражаться, если выражалась? Он всегда настаивал на том, что любое движение, это должно в развитии быть. Это комбинация всегда должна быть. И одно должно было переходить в другую. То есть, он, если показывал там какой-то бросок, то есть, он очень часто показывал развитие борьбы после этого броска в партере. Или же, если у тебя не получилось движение в стойке, возможно, и движение в стойке дальше. И вот я считаю, что именно, ну это может быть мое мнение, я не профессиональный тренер или спортсмен, а любое движение должно дальше продолжаться. Потому что то же самое, что, как вот он всегда говорил, что если ты защищаешься, то любая защита, она должна потом перейти в нападение. Иначе, ну вот, те ребята, которые вот ходили вот так вот согнувшись в глухой защите, и они не вызывали у него одобрения. Примеры, один из примеров, там вот, например, он нас, вот, Момота, Димку стоя ставила в пример, там, у Димы всегда была такая прямая стойка, у него таз вперед был. Он очень креативно, Беликов такой боролся, я помню. Он мог с разных сторон... Беликов у нас воспитанник Анатоль Смельча или нет? Он выступал в труде всегда, на соревнованиях. Чей он воспитанник, я не скажу точно, потому что это, может быть, воспитанник Амасарского. Почему? Потому что Беликов старше. Он старше где-то года на два-на три, и он боролся уже среди старших ребят. Хотя, повторю, он приходил на тренировки и к Рахлину, и к Смирнову. Поэтому здесь сказать четко, что Беликов, там, воспитанник Рахлина, это только Беликов может сказать. Так же, как Дима Момот говорит, что первый тренер у него был Смирнов Владимирович. Хотя Дима много ходил и к Рахлину на тренировки. Это был коллектив, в общем-то, коллектив тренеров. На самом деле, это же вот эти все... Не знаю, какие там взаимоотношения у них были, Но вот эти все тренеры, это и Масарский, и Рахлин, и Смирнов, и Соколов, Каль Костянтинович, и Малаховский, и Даровский. Это все были... То есть они общались между собой постоянно? Профсоюзные тренеры. Это были вот тренеры труда и зенита. И вот эти вот два профсоюзных общества, профсоюзов трудящихся в Советском Союзе... Как они друг друга, чему учились? Вот как это могло было... Или было своими глазами, или как это слышалось? Как вот они друг друга опыт перенимали? Ну, иногда сборы были на Кировце, например, да, И ребята ходили к Малаховскому туда. И там были вот эти все... Там и Багиров, там, и Карпуткин, там, которые из Кировца были, там, например. Они боролись там с тем, с Димкой Момутом, там, или там... С какими-то другими нашими ребятами, которые тренировались, там, у Рахлина, там, например, такой... Сережа был... Этот самый... Господи, как же его... Фамилию уже не помню. У него, он, у нас тоже Рахлина всегда, Сергея... Шухля, Шухля, Сережа, Шухля, чемпион Ленинграда стал почти... Были ребята талантливые, которые почти сразу стали чемпионами города. Там, Голливудинов такой был, известный Борис, тоже, это самое, в легком весе. Потом Шухля, Сережа. Они... Талантливых ребят было видно сразу. Например, был такой парень, Крылов. Он там пришел, шесть месяцев отборолся и стал чемпионом города. Дано, от Бога. Кроме тренера, еще и способности. Конечно. Вот. Это тоже немаловажно. И вот тот же Рахлин, он приводил в пример вот этого Шухляя, Сережи. Шухляй, тоже у него прямая стойка была. Она у него была... Такая, может быть, даже... Не фронтальная, а боковая. Он таким вот... Всегда боком стоял, на вытянутой руке держал. У него руки, ноги очень были крепкие. Было очень тяжело ему какие-то движения сделать. То есть, естественно, Рахлин, он приводил в пример ребят, но он не превозносил там кого-то и не уничтожал тех, у кого что-то не получалось. Нет, речь о том, допустим, взаимное обогащение техниками у тренеров, у спортсменов, у кого-то на стороне. А я считаю, что то, что на его тренировки приходили ребята разных возрастов, с разным опытом, это уже способствовало перенятию опыта. Потому что мы видели, как борются ребята, которые более опытные. Мужики приходили, я же повторяю, Малафеевский приходил, Ващерин приходил, еще какие-то мужики приходили, которых я уже фамилии сейчас и не вспомню. Но они тоже где-то там в уголке отрабатывали броски. Мы-то молодые на них смотрели и иногда тот же Рахлин нас строил шеренгой и говорил, приглашал этих опытных, мы их мужиками естественно называли, но мужики, ну может быть это не всем нравится это слово мужики. Ну так, мужики, да, мужики, кто вот старше там, были же как младшие юноши, юноши, потом старшие юноши, потом были уже юниоры, потом были уже по мужчинам, по возрастным боролись, да, кто там старше 20 лет, по-моему, это уже мужики считались, юниоры были, по-моему, с 18 до 20, я уже сейчас это не помню, повторяю, давно было, 60 лет прошло, так вот, он иногда просил показать движение, не сам показывал, а вот мужиков, которые показывали, он корректировал, естественно, их движение, в том числе, он что-то подходил, корректировал, естественно, он обучался, фактически, сам обучался, естественно, то есть он, он не только там, сам показывал движение и объяснял, как это все делать, он старался, чтобы, ну, это называется преемственность, таким словом. Он использовал опыт, мастерство, дульки, это и в спорте, и в науке, и в культуре, и в производстве, это называется преемственность поколений, то есть Аттолий Семенович, он, у него всегда на тренировках приходили и сидели в этом маленьком зале на этой вот гимнастической скамеечке, люди разных возрастов, и они смотрели, как идет тренировка, кто-то что-то подсказывал, кто-то там снимал обувь, выходил там в носках на ковер и это, показывал, как, а Рахлин сидел в уголочке за столиком и это, как бы, головенствовал, но он никогда не не выпячивался, не это самое, у меня впечатление общее, что царила такая атмосфера, ну, как бы, я бы это творчество назвал бы, да, доброты, такой вот, взаимодоброжелательности, да, доброжелательности, то есть, приветствовалось, что кто-то приходил и это самое, присутствовал, кто-то раньше приходил времени, потому что, я повторяю, старшие, они тренировались после нас, кто-то раньше приходил, вот тоже там это самое, как-то комментировали, вот, у меня, повторю, у меня, мои впечатления, они в большей степени связаны с этими годами до декабристого 21, это 64, 65, 66, 67 годы, вот эти вот года. Вот, много ли вспомнится какие-то вот сейчас яркие, конкретные педагогические эпизоды, уроки жизни, наставления, вот, то, что можно было показать людям, что вот, он так сказал в такой-то ситуации, ну, то есть, конкретный, конкретный, чтобы был эпизод, но что запомнилось, ну, то, что паспорту помогал, сладкий, вставай, Боря, вставай, да, это как бы, это сладкий помог, по жизни такие были ситуации? По жизни, вот, в учебе он помог, помог, ну, вот, это лично мне, а эпизоды какие-то с другими ребятами, они сейчас со временем настолько уже смазались, потому что, наверняка, были какие-то другие эпизоды, когда, может быть, кому-то из мальчишек, из, там, потому что группы-то были разные, были группы, которые ходили понедельник, среда, пятница, и были группы, которые ходили вторник, четверг, суббота, и ребят-то проходило много разных, кто-то отсеивался, кто-то оставался, и вот, такая вот частная жизнь, частная жизнь людей, и влияние тренера, вот, вне тренировки, тут трудно что-то вспомнить, честно сказать. А, следующий вопрос, значит, ну, участие в личной, около тренировки жизни учеников, пример, это было, по помощи, по поводу ЛМЗ, вот, и по поводу политеха, вот, это два ярких, вот, лично в моей жизни, я думаю, что это не единичные примеры, и много таких примеров, наверное, она может быть, но, Анатолий Семенович, я так и говорил, родители забирать учеников из секции, вот, это такое было, я вот, я вот такого не знаю, я такого не слышал, вообще, честно сказать, я, так как я жил, не в центре, а на Малой Ухте, то, возможно, я могу предположить, что Анатолий Семенович, больше общался, с, родителями, тех ребят, которые жили рядом, с декабристов 21, вот, а те, кто жил подальше, я не думаю, что у него было время и возможности, вот так вот, по всему городу, колесить, и там как-то, и... Раньше же даже не было ни пинет, чтобы родители приходили на соревнования, я вот такого не помню, может, и были у кого-то, это была редкость, правда, во-первых, как-то ребята иногда и стеснялись, звать родителей на соревнования, такое тоже было, ну, понимаешь, да, были, наверное, какие-то отдельные родители, вот были, я помню, там, Генка Чавычилов, у нас тренировался, там, это самое, такой, у него, батя был прям фанат, борьбы, так он общался с Анатолием, с Анатолием Семеновичем, там, во время соревнований, там, и... ну, они там, о чем там родители разговаривали с тренером, черт его знает, мы-то рядом не стояли, и истории, и... А чтобы там, чтобы Рахлин отговаривал родителей, чтобы ребята не тренировались, ну, это чушь какая-то, по-моему, это такое, вряд ли такое может быть, какие истории или опасные, смешные, печальные эпизоды из жизни учеников могли запомниться? Ну, вот есть такое, на скидку? Вот, смешная какая, смешная, печальная история, у кого-то трагедия произошла, как он, как он, как он, значит, трагировал? Ну, какие-то трагедии, таких... Бывало, что... Ну, какие-то трагедии, бывали какие-то травмы, там, на тренировки, либо на соревнованиях, но это были такие редкие случаи, честно говоря, травм было мало, на моей памяти. Мне кажется, что вот эти игровые виды спорта, там больше травм, чем... футбол самый опасный, чем в борьбе той же. Почему? Я знаю ответ на этот вопрос. Потому что в борьбе человек изначально заточен на уважение того напарника, того, с кем ты борешься, либо ты отрабатываешь, и ты стараешься всячески не нанести тому парню, с кем ты отрабатываешь, вред, потому что ты его уважаешь. Тебя научились изначально уважать своего соперника. Между прочим, вот этот момент, может быть, мной не был упомянут, вот эти вот начальные тренировки, я помню, они ведь начинались с отработки страховки, падения, там и всего прочего, и с уважения к тем ребятам, с которым ты... Чем это выражалось? Не выражалось, это говорилось. Говорилось, да? Элементарно. А как это могло бы выражаться? Что это прививалось сразу же, это говорилось, что вот если кто-то позволял себе на тренировке бросить напарника, ну, назовем его как-то напарником, с кем ты отрабатываешь, и, например, его там не подстраховать, как надо, не подтянуть вовремя, это вызывало волну критики со стороны тренера. Я же не могу сейчас тебе привести эту прямую речь, там, как это, как, что он говорит, а пускай сценаристы там придумывают, да, но это вот неуважение к борцу, с которым ты борешься, это вызывало бурную, бурную, бурную критику со стороны тренеров. Ну, я имею в виду Рахлина, потому что начальные тренировки это был Рахлин. Есть ли, допустим, на скидку или турнир, или конкретные схватки, от результата которой, допустим, зависело что-то большое? Какие-то могли изменения ей в жизни произойти, еще что-то? Были такие истории? У меня, например, была история, но она была связана не с Анатолием Семеновичем. Она у меня была связана, я был в Хуйбышеве на первенстве Центрального Совета Общества «Зенит», потому что тогда, я уже рассказывал тебе об этом, часть ребят от Рахлина забрали, Масарский к себе забрал, Накима-1. Видимо, тогда выделили зал, и зал там был гораздо лучше, чем Декабристов-21, там был огромный зал, огромный, там было два ковра как минимум, вот там, и вот там тренировал как раз Масарский, а как вот Дима Момот вспомнил, что Масарский был старший тренер труда всего, и видимо там он как-то там, он же такой политик был больше, Масарский был политик, вот, тренировали Рахлин, Смирнов, Соколов, Масарский был политик, и Масарский, там вот был еще Леонид Услицов, в отношении его что-нибудь можно вспомнить? Леонид? Услицов. Ничего не скажу, не скажу. Значит, тогда с нами на ЦС Зенита мы там в команде был Дима Момот и другие много ребят в профсоюзных и Зенитах в труде, кто выступал. Мы на Кировском заводе подходили подготовку там к ЦС у Малаховского и с Даровским и с второго тренера, я сейчас не вспомню, фамилию, тоже известная фамилия, мы в Куйбышев улетели и я занял второе место. Меня этот Даровский планировал на первое место, но как-то так все складывалось. Но получилось так, что я проиграл, причем проиграл с треском, с заявным преимуществом. То есть там было не подстуживание, там был честный честный проигрыш. Явно проиграл. Я почувствовал, что этот парень сильнее меня. Мне там тренеры кричали там давай, давай, давай. Это самый очень ценный совет. Да, очень ценный совет. А он меня укатал заявным преимуществом. Не чистая победа, но заявным преимуществом. 3-0 тогда за бросок давали это самое один балл, а когда 3-0 это явное преимущество. И когда меня верно, то я